Проверка кредитной истории через Объединенное кредитное бюро. Вбиваем УКБ, кредитная история, открываем, далее переходим не в кредитный рейтинг, а в кредитная история. Далее, соответственно, проверить кредитную историю. Далее можно через госуслуги, можно через Сбербанк и можно через Тинькофф. Ну давайте я через госуслуги войду. Здесь нужно выбрать аккаунт. Так, все, формируется отчет о кредитной истории. Вот, у меня хороший рейтинг, кстати, максимальный, очень высокий рейтинг. И здесь мы можем увидеть действующие договора, сумму обязательных платежей, то есть это нагрузка. Соответственно, здесь предложения, они нам не интересны. Что здесь еще? Всякие подписки, они тоже не интересны. То есть нам нужно посмотреть отчеты, да, то есть вот как, посмотреть отчеты. Соответственно, заказать новый отчет. То есть вот у меня здесь видно, да, что здесь осталось два бесплатных отчета. То есть я сейчас заказываю новый отчет. То есть он формируется. Так, отлично. То есть надо нажать «Скачать PDF». Скачиваю PDF. Открывается отчет в PDF. Он достаточно длинный, достаточно длинный. Наверное, один из самых неудобных. Но здесь вот есть, нас интересуют разделы в основном. Это действующие кредитные договора. То есть мы переходим вот сюда. Мы переходим вот сюда. Проматываем. То есть смотрим. Самое главное, самое главное. Чтобы вот в этом разделе просроченная задолженность не была, не дай бог, ни одного рубля просрочена. Вот. И, собственно говоря, здесь можно посмотреть все свои платежи. Также нужно посмотреть и по закрытым кредитам, чтобы там не было просроченных кредитов. То есть, соответственно, вот этот вот отчет вы скидываете нам, и мы уже его анализируем. То есть, чтобы его скинуть, то есть нужно сделать вот таким образом. То есть здесь есть «Поделиться». «Поделиться». Вот. Вы нажимаете вот эту историю. И, соответственно, вот здесь делаете «Не получить ссылку». Можно и ссылку, но лучше отправить копию. Отправить копию. И, соответственно, уже вводите на WhatsApp, отправляете вот этот отчет.